По-моему, антисобытием прошедшей недели была почти четырёхчасовая пресс-конференция президента России. На меня эта пресс-конференция произвела удручающее впечатление своей риторикой, манерой речи, той манерой, какой президент себя держал. Почему-то мне это напомнило давние выборы, когда одну из своих величайших побед одержал Владимир Жириновский. И реакция на эту победу была выражена очень чётко Корякиным, который сказал «Россия, ты одурела». И у меня появилось чувство, что 2 марта, после того, как Россия примет тот выбор, который ей навязал действующий президент, то есть нового президента Дмитрия Медведева, в жизни страны изменится только президентская риторика. Медведев в какой-то мере человек другого воспитания, он будет по-другому говорить, у него будет другой словесный запас, но реального изменения жизни страны не произойдёт. А ещё мне хочется сказать два слова о личном событии прошедшей недели. Мне исполнилось 15 февраля 85 лет. Я получила очень много поздравлений, имейлов, писем, телефонных звонков, более 200 от разных людей, знакомых мне и незнакомых, которые выражали чувство любви и уважения к памяти Андрея Дмитриевича Сахарова и в какой-то мере отражённым светом, а иногда и просто ко мне. Я глубоко благодарна всем этим людям. И ведь таких людей очень много в России. Почему Россия принимает безропотно судьбу, которую ей навязывают совершенно другие люди? Я никак не могу ответить на этот вопрос, а мне бы хотелось при жизни на него ответить.